приветствую на канале грамматик и в этом видео я покажу тебе одну из самых популярных стрижек в салонах красоты важно досмотреть это видео до конца так как будет много фишек и приемов которые я использую в своей работе в это видео покажу вам несколько техник работ с слоями круглая градация и taper fade на височной зоне и на затылочной зоне на затылочной зоне начинаю работу в технике круглая градация так как я хочу накопить объем на затылке но при этом хочу убрать массу внизу работу начинаю диагональным разделением тем самым направляя волосы в другую сторону диагональное разделение делают более мягкий срез поэтому я буду накапливать и создавать более мягкую форму на затылочной зоне также работая в технике круглая градация я получаю мягкую форму по кругу не создавая углов что очень важно для мужской стрижки напишите в комментариях как вам такой формат видео и насколько доступны наши уроки и важно не забудь подписаться и оставить комментарий под этим видео для того чтобы получить качественную форму нужно уметь комбинировать правильно их поэтому в верхней затылочной зоне я работаю на пальцах в нижней затылочной зоне я буду работать машинкой и доходить до линии объема созданные на пальцах очень важно понимать что это очень сложная структура волос и нужно аккуратно работать всегда работаю на пальцах на первых двух фалангах таким способом я создаю более чистую форму работая диагональными разделениями я делаю более мягкий срез и стык круглую форму после этого перехожу на вторую сторону и таким же способом работаю диагональными разделениями в противоположную сторону так я создаю круглую форму доработав всю затылочную зону я накопил объем в технике градация после этого перехожу к работе слоями на височной зоне угол оттяжки и угла среза 90 градусов таким способом мы убираем объем и массу и создаем более плоскую форму на височных зонах каждая прядь простригается на своем месте после закругления головы я перетягиваю волосы для того чтобы сохранить длину затылка которую мы с вами изначально создавали в технике градация возможно у вас возникнет вопрос почему мы не создавали эту форму изначально машинкой так вот отвечу если мы будем создавать эту форму изначально машинкой мы никогда не создадим такую чистую форму поэтому машинкой нам проще к ней прийти довести ее тем самым мы никогда не завалим объем и будем понимать к чему мы двигаемся после беру насадку 10 миллиметров и двигаюсь к нашему объему который я создавал на пальцах работаю сначала с височной зоны после перехожу на затылочную зону и посмотрите внимательно я дохожу до объема там я работал на пальцах очень важная дохожу до объема я не срезаю его таким способом не оставляю объем на затылочной зоне и помни что с меня видео с тебя лайк подписка и комментарий под этим видео доработав всю затылочную зону машинку я вел на себя я с коллегой обсуждаю какая форма тейпер флэда должна быть на затылочной зоне после того как мы определились я перехожу к окантовке на височной зоне и сведению монет височной зоны делаю мягкую линию не забревая волосы работают только по росту волос не забываем сметать волосы с лица так как это не эстетично и при этом может помешать вашей работе создав окантовку я перехожу к сведению височной зоны и начиная с открытых ножей простыми словами машинку вытягиваю на себя барберы назовут это фликом я назову это треугольная форма так как мы вытягиваем машинку на себя чтобы не создать линию после беру насадку 6 миллиметров и также размываю линию объема который я создал помним о том что я всегда вытягиваю машинку на себя тогда получается более плавный переход пропуская насадку 45 миллиметров так как волосы прозрачная и работаю сразу же насадкой 3 миллиметра при этом чередуя открытые и закрытые ножи и в конце дорабатываю форму насадкой полтора миллиметра чтобы форма была более чистая мы с моим коллегой определили что здесь подойдет taper fade полукруглый почему потому что рост волос достаточно высокий и нам нужно оставить углы по бокам тогда мы немного вытянем шею я всегда создаю гайдлайн открытыми ножами так как намного проще их свести кто-то начинает работу окантовочной машинкой разница только в том что линию здесь вести намного проще создав линию окантовочной машинкой вам надо чуть чуть больше уделить времени вашему переходу а после того как я поработал открытыми ножами я окантовочной машинкой там я работаю и работают треугольно вытягиваю на себя последовательность работы насадками абсолютно та же дальше я беру насадку 6 миллиметров и начинаю выводить машинку на себя для того чтобы сохранить объем сверху и убрать массу и плотность линии внизу как вы можете заметить насадку я веду по кругу овально для того чтобы создать более овальную форму не веду ее квадратно но и при этом вытягиваю насадку и машинку на себя а ты не забудь подписаться оставить комментарий и поставить лайк под этим видео также не забудь подписаться на мои социальные сети тик ток youtube instagram и важный телеграм так в телеграме будет приходить все новости и все что я создаю и запускаю дальше последовательность была та же насадка 3 миллиметра 3 миллиметра тоже вытягивал на себя и после насадкой полтора миллиметра я всегда дочищаю линию для того чтобы она была более мягкая доработав и оформив височную затурочную зону я перехожу к окантовке и важно работать по росту волос так как работая по росту волос вы создаете более естественную окантовку и она отрастает намного мягче заметьте как я держу окантовочную машинку я держу ее двумя пальцами для того чтобы мне было удобно создавать полукруглую форму если я буду держать ее всей рукой мне не будет удобно создавать круглую линию напишите в комментариях как вам такая форма на височной и затылочной зоне и сделали бы вы также может быть вы бы сделали немного по-другому второй висок я оформляю аналогично и перехожу в верхнюю теменную зону начиная работу в технике квадратные слои квадратные слои это техника которая оставляет длину как на затылочной зоне так и зоне челки таким способом она накапливает объем по бокам и создает более плоскую форму угол оттяжки и угол среза строго 90 градусов таким способом мы получаем более плоскую форму и компенсируем округлость головы каждый прядь стяжется на своем месте после закругления я все волосы оттягиваю строго наверх чтобы получить квадратную плоскость после перехожу на височную зону и соединяю верхнюю теменную зону с височной зоной диагонально диагональные разделения дадут нам мягкость в соединении важно заметить что челку я не соединяю и не срезаю так как этот угол нам нужен вторую сторону я соединяю аналогично не трогая челку потому что в зоне челки нам нужен дисконнекшн чтобы челка уложилась строго назад просушиваю волосы естественно в разные стороны и после этого задуваю челку наверх стайлинг может быть абсолютно разный это я использую лак потому что мне эффект больше нравится но использую только после того как я доработаю свою форму в технике потинг я дорабатываю полностью всю верхнюю теменную зону кто-то скажет поинт но я считаю что в этом нет никакой разницы абсолютно тем самым я создаю более мягкий срез и волосы будут ложиться намного мягче и как вы видите нам квадратная форма оставила длину на затылочной зоне и при этом сохранила длину челки поэтому она идеально подходит после я в зоне соединения височной зоны и верхнюю теменную зону также прорабатываю этот угол чтобы он лег намного мягче как видите накопленный угол треугольный мы немного его смягчаем напиши в комментариях как тебе такой формат видео от первого лица немного до тушевую форму чтобы она была намного мягче красивее тушевка нам всегда дает чистоту и мягкость не дает плотных линий напиши в комментариях какую форму ты еще бы хотел увидеть женскую либо мужскую короткую или длинную протушевав всю затылочную зону и височную я перехожу к технике шлифовка машинкой шлифовка убирает торчащесть и углы тушевкой вы сделаете более мягкую форму а шлифовка и вы сделаете ее более чистой как я и сказал эту стрижку я укладываю лаком потому что мне так больше нравится и этот эффект больше нравится сама форма будет дольше держаться фиксирую эту форму лаком и попрошу вас написать комментарий как вам эта форма как вам эта стрижка и что нового для себя вы взяли и до скорой встречи в новых видео